здравствуйте все кто нас смотрит на экранах неважно телевизора или планшетов или компьютеров это очередное заседание дискуссионного клуба телевидения казанского федерального университета я ведущий этих заседаний юрий алаев и сегодня мы обсуждаем тему которая может показаться немножко такой специальный так называемое воспитание подрастающего поколения проблемы этого воспитания но понятно почему она актуализирована она актуализировалась в органах власти в общественных организациях во всех кругах которые как-то причастны к воспитанию школьников студентов нашей молодежи российской связи с событиями последних дней точнее событиями конца января ну и до кучи может быть 14 февраля понятно о чем я говорю несанкционированные митинги достаточно большое количество наблюдателей утверждало что в эти митинги вовлечены школьники несовершеннолетние но правда статистика потом показала 6 46 процента по разным оценкам но тем не менее а и вопрос естественно власти возник что что такое что такое почему эти четыре процента вышли надо значит их недовоспитали как и 23 января если вы помните состоялся первый несанкционированный митинг в ряде городов российской федерации 23 23 я 21 сказал 23 конечно а уже 27 министр просвещения российской федерации сергей коровцов докладывал верхней палате нашего парламента в совете федерации о том что принято решение и в текущем году в 10 пилотных регионах российской федерации пройдут конкурсы на должности советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями 22 году такие конкурсы пройдут во всех уже регионах и надо думать школы будут укомплектованы тем воспитателями забавное дополнение сделала к заявлению министра просвещения руководитель российского движения школьников вот честно вам скажу я впервые услышал об этом что такое существует и этот вопрос я хочу задать нашим экспертам сейчас мы к ним перейдем так вот руководитель этого рашиде ирана плещеева заявила что эти люди будущие воспитатели должны будут говорить с детьми на их языке в том числе и про митинги и про политику ну и по-видимому еще что о чем-нибудь там о взрослении как это вообще возможно реально ли в современных условиях наладить какую-то системную работу или как это нередко бывает и эта волна сойдет дело ограничиться ну формированием таких отчетов да а проделанной работе вот обсудить эти вопросы да что делать с воспитанием так называемого подрастающего поколения нашей молодежи до школьников студентов как это можно делать зачем это надо делать главный пожалуй вопрос вот мы кого собираемся воспитывать до известная максима учитель воспитая ученика какого ученика что мы под этим имею ввиду обсудить эти смежные вопросы мы попросили сегодня очень уважаемых экспертов я с вашего позволения их представлю у нас в студии сегодня президент от дальней от меня президент российского общества януша корчика доктор педагогических наук профессор института психологии и образования казанского федерального университета роза алексеевна валеева рядом с ней уполномоченный по правам ребенка в республике татарстан руководитель регионального отделения всероссийского общественного движения матери россии называлась ирина владимир волынец поправляйте сразу теперь же не матери россии на матери россии замечательное движение я действительно была руководителем регионального колене в республике татарстан но в через какое-то время основала свою организацию которая называется национальный родительский комитет тоже замечательная организация прекрасные люди работаем отлично Отлично, спасибо за уточнение. Значит, еще раз, это теперь называется... Это другая организация, Национальный родительский комитет. Национальный родительский комитет, национальный в масштабах России, имеется в виду, да? Ну и третий участник, и эксперты, я очень надеюсь, Илья, что вы будете еще и в каком-то смысле, возможно, лицом оппонирующим, двум уважаемым экспертам у меня. Это второкурсник высшей школы журналистов Казанского федерального университета, Илья Андреев. Ну что, Роза Алексеевна, с чего начнем? С вас, может быть? Ну давайте с общего вопроса, да? Для того, чтобы мы все немножко разогрелись. Вопрос глупый. Я упомянул РШД. Скажите честно, кто из вас что слышал об этой организации? Ну, я, разумеется, слышала об этой организации. В силу своей профессиональной деятельности. Конечно, конечно. И мы в нашем институте, работая со студентами, будущими педагогами, готовыми к работе в детских общественных организациях. То есть, российское школьное движение – это нечто реально существующее? Конечно. И включает в себя целый ряд различных региональных организаций, в том числе наследников Татарстана у нас, в нашей республике. У нас есть еще и наследники Татарстана? Конечно. Татарстан, по-моему, живой и здоровый, и мы еще не до наследников. Ну, хорошо. Это такие нюансы терминологии. С чем можно сравнить вот это российское школьное движение? С чем? Со скаутским движением, со всесоюзной организацией пионеров, которая была в Советском Союзе? Ну, я думаю, что, так можно сказать, «in between», «mежду». Сказать совсем скаутское тоже нельзя, потому что скаутское движение в России тоже существует. Назвать пионерской организацией тоже невозможно, поскольку пионерская организация решала целый ряд политических задач. Это были детские политические организации. Пионеры, будущие комсомольцы. Комсомольцы стоят... Будущие члены КПСС, но не обязательно. Но не обязательно, конечно. Но, во всяком случае, они этим занимались, этим политическим, идейно-политическим воспитанием. Ну, пионеры же в свое время Владимир Ильич и его последователи тоже со скаутского движения, грубо говоря, слезали? Да, разумеется, конечно. Даже девиз пионерский, он тоже связан со скаутским движением. Квич пионеров, всегда будь готов. Единственное, что здесь именно на политическую сторону обращали особое внимание. Ну да, ну да. То есть, вот российское школьное движение, это, с вашей точки зрения, ну, такая неполитическая организация. Тогда совсем уж упрощая, я грубо спрошу, а чем она вообще занимается-то? Ну, она занимается тем, что организует жизнь детей в неурочное время. Например, пионерлагеря какие-то, да? В том числе, в том числе. То есть, это раньше называлось пионерлагеря, я уже представила. Да, оздоровительные лагеря, это же все-таки летний отдых. Да, 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 да. Речь идет о деятельности школьников в течение всего периода школьного года. Да, видите, я даже не знаю, простите ли вы, те, кто нас смотрит, мне мою дремучесть. Вот для меня было открытие, я когда услышал Кравцова, вот в Совете Федерации выступлений, я впервые тогда услышал, что есть такая организация РШД, потому что она, ну вот, ну не знаю. Ирина Владимировна, вы тоже с ней как-то сталкивались? Да, ну, конечно, это профессиональная деятельность, и надо знать про все эти организации. У нас вообще надо начинать с того, что ведь нет по Конституции идеологии. Если, как вы совершенно справедливо признали, что основой движения пионеров, да, все-таки была политическая составляющая. Это Роза Алексеевна подчеркнула. Да, то сейчас получается, в соответствии с Конституцией, мы не имеем права устанавливать какие-то политические субстанции, как основу вообще какого-либо движения, неважно, детского, молодежного. И, конечно, это попытка объединить наших детей, занять их во внеурочное время, но тогда напрашивается вопрос, а чем отличается движение это от кружков, спортивных секций и прочих наших учреждений, учреждений, где дети могут во внеурочное время проводить время? И я думаю, что ответ в том, что это мероприятие, которое целенаправленно, детей как внутри региона каждого, так и между регионами, объединяет в какие-то события. То есть это формирование некой повестки, включаясь в которую ребенок чувствует, что он нужен, что он является частью большой команды, что им кто-то занимается. И мне кажется, что это очень важно. Другой вопрос, что мы чаще, как профессионалы, слышим об этом движении из официальных источников, из каких-то наших документов рабочих, но не от самих детей. И, например, если посмотреть те же самые соцсети, то в аккаунтах детей, подростков, молодежи нет упоминаний или почти нет об этой организации. То есть мы должны объективно сейчас отражать действительность? Я сходил на их сайт, на сайт российского школьного движения, у них там более 100 тысяч. Ну, это вы с чем сравниваете, да? Для России 100 тысяч в месяц посетителей, конечно, это очень немного. Но это что-то. Но тем не менее, да, сказать, что он вообще мертвый, да, тоже нельзя. Илья, два года назад, три года назад, когда... Ничего, что я на «ты» буду обращаться, да, не страшно. Вот, два года, три года... Ему еще за чёту сдавать, конечно, не страшно. Когда ты был школьником, ты тоже что-нибудь слышал про это РЖД? О, нет, РЖД это другое. Я тоже изначально послышал РЖД, думаю, речь, что у нас совсем о другом идет. РДШ. Нет, РДШ. Да, РШД. РШД, российское школьное движение. Ну, я хочу сказать следующее. Если, во-первых, вот цифры вы сказали 100 тысяч посетителей, на самом деле это большое число. Конечно, если сравнивать это с большим населением России, с населением многонациональным. Но вот Роза Алексеевна сейчас стала рассказывать, собственно, чем занимается эта организация. Я вспомнил, как мне бабушка рассказывала про, когда я задавал в свое время вопросы про Советский Союз, как работали условно организации, принимали в пионеры. Сначала в октябрята, потом в пионеры, потом в октябрята. Я думаю, что если цели у них такие же, и как-то вот они в таком же направлении, с такими же целями действуют, потому что дети чувствуют свою принадлежность. Они понимают, что делать добрые дела – это хорошо. Они понимают, что быть патриотами… Илья, я прошу меня великодушно спросить, вы точно на высшей школе журналистике учитесь? Не в дипломатической академии? Я задал очень простой вопрос. Три года назад, когда вы были школьниками, вы что-нибудь слышали? И если да, то как вы соприкасались с российским школьным движением? Нет, не слышал, не соприкасался. Все прекрасно. Отлично. Вот это здорово. В конце концов, дипломатия имеет право быть прямолинейной в некоторых ситуациях. Лавров же заявил, да, разорвем. Если с нами будете так, мы с вами разорвем отношения. Евросоюз, я имею в виду. Ну и правильно сделал. Чтобы покончить на время, во всяком случае, с этой подтемой нашей, с российским школьным движением, меня что немножко смутило, и я сейчас попробую пояснить, почему. Я посмотрел документы, основания. Движение основано в 2015 году указом президента Российской Федерации. Как общественно-государственная детско-юношеская организация. Вот это немножко меня прибило, да, выражаясь, может быть, по-уличному. Ну вот это вот, что за симбиоз такой, господи, ну что ж такое, ну что не делаем, у нас все КПСС выходит. Или автомат Калашникова. Ну зачем, общественно-государственное. Потом узнаю, я еще более веселые вещи. Оказывается, это движение курирует. Не Минпрос, как можно было бы подумать, а непосредственно администрация президента Российской Федерации. Курирует, больше курировать нечего. Еще только школьное движение не курировало администрация президента Российской Федерации. И вот это, понимаете, я к чему клоню-то. У меня такое стойкое ощущение, может быть, в силу возраста, в силу того, вот, или об этом сейчас упомянул уже, говоря о бабушке, ну вот, а теперь дедушка сейчас расскажет, да. Естественно, ну, я, да я думаю, кое-кто из присутствующих тоже зацепил это время, да, мы все проходили, мы были октябрятами, там, у нас были значки, там, когда был Ленин маленький с кудрявой головой, вот как раз такой значок был. Да, потом мы стали пионерами, потом большая часть, я, кстати сказать, до 18 лет в Комсомоле не состоял, не сказать, что был диссидентом, ну, как-то так получилось. Может, не брали? Сейчас. Не брали. Я назовала врага. Ирина Владимировна, где вы видели? Я пошутила, Юрий Прокопьевич. Это надо было что-то уже сверхъестественное сделать, чтобы не взяли, но я к таким сверхъестественным не относился, я был достаточно обычный, немножко хулиганистый школьник, не более того. Так вот, к чему я клоню-то? И все было понятно, да, и вот пионерские лагеря, там, занятия в школах, пионервожатые, воспитатели, там, взвете с кострами синюю ночью, там, то березка, то рябинка. Это мощнейшее, на самом деле, если встать на позиции враждебной, то, надо сказать, промывка мозгов, если встать на позиции леолистки, я все-таки на них в основном стою, да, за редкими исключениями, то это ведь действительно была мощная, комплексная система воспитания. Разумеется. Да, вот даже с этих песен, да, то березка, то рябинка, да, я другой страны такой не знаю и так далее, это вот какой-то вот уже там, я сам заходился, вот пел эти песни, просто, ну, это у меня вот душа пела, это рвалось все-таки. Хотя это тоже ведь было государственное, да, но просто, просто гораздо более масштабное. А потом, а потом мы все знаем, что произошло потом, да, потом как-то вот несмотря на все на это, несмотря на то, что поколение людей воспитывались в духе, там, верность идеалам, бла-бла-бла, преданности, это взяло в одночасье и рухнуло. И мы 30 лет уже живем в условиях постсоветской России, да, в России, которая строит непонятно что. Кто говорит госкапитализм, кто говорит дикий капитализм, вообще непонятно. А проблема воспитания ведь никуда не ушла. Конечно. Да, как-то их надо образовать. Свято место пусто не бывает. Вопрос к вам, Роза Алексеевна, и Ирина Владимировна, как говорится, пожалуйста, подключайтесь тоже. Оно кем-то занято, это свято место? Разумеется. Кем? Сразу находятся различные, ну, скажем так, сектантские организации, которые борются за души детей, молодежи. Находятся различные уропатриотические организации, националистические организации, которые вовлекают в свои ряды детей. И, естественно, то, что вот это вот всероссийское школьное движение, созданное под патронатом президента России, я считаю, вполне нормальным. Потому что, во всяком случае, показывает озабоченность государства этой проблемой. Тем, что был вакуум достаточно большой, отношение к воспитанию как к чему-то, ну, такому навязанному, своеобразному такому наследию коммунистическому, что большевистскому, взращивание винтиков тоталитарного государства и так далее, и так далее. То есть, именно вот в связи с этим же отказываются от воспитания, говорят, а на Западе не воспитывают, на Западе воспитывает семья или религентом. Чуть попозже давайте мы к этому вернемся, да, чуть попозже. Значит, смотрите, что получается, да, Ирина Владимировна, вы согласны с такой картинкой или как-то хотите ее скорректировать? Вы знаете, как я согласна почти со всеми тезисами Розы, да, но очень важный момент, который мне хотелось бы сейчас озвучить. Да. Когда мы так несколько со скепсисом, да, Юрия Прокопьевича, говорим о том, что как же так, организация под эгидой президента и администрация президента управляет ей, а я считаю, что это правильно и это нормально для сильного государства. Если мы говорим о том, что государство контролирует эти важнейшие процессы, а воспитание детей – это ключевой процесс. Хочешь завоевать народ – воспитай его детей, сказал великий человек. Он не сказал «обучи» или «образуй», он сказал «воспитай». Завоевать народ завоевывают завоеватели. Мы-то в каком отношении, в какой позиции к народу, чтобы завоевывать? Нет, вы сейчас не сможете меня сбить с панталыки. Именно воспитание является ключевым процессом. И вообще даже если говорить об образовании, нормальное образование невозможно без воспитания. В ось питания, вот что такое воспитание. Образование – это образовояние, создание образа. И когда государство не заботится, не вкладывает ресурсы в создание этого образа, в воспитание своих детей, то этим, конечно же, занимаются другие, отнюдь не конструктивные наши друзья, не наши товарищи, а геополитические партнеры, интересы которых прямо расходятся очень часто с нашими интересами. Вы считаете, что вот те движения или там секты, о которых сейчас Роза Алексеевна упомянула, они исключительно инспирированы откуда-то извне? Все в мире взаимосвязано. Это понятно, да. Мы, по крайней мере, в то время, когда я в 95-м году поступила в университет, проходили все политические моменты, и наши преподаватели разбирали с нами подробно ту ситуацию, в которой мы находимся. Я не знаю, было ли это прописано в методике, но с нами разговаривали. И нам это было интересно. Это не была позиция такая порицательная, либо лекционная, что вот это правильно, а это неправильно. Это был диалог. И поэтому мы искренне раскрывались в этом диалоге. Это очень важно. Я очень рад, что вы такие добрые чувства пытаете ко временам, когда вы учились здесь на журфаке. Но я немножко вернусь, ладно, к теме. Но вот вы сказали, что ну да, абсолютно не поспоришь, все в мире взаимосвязано, очень хорошо существует. Но самые сильные секты не в России произведены, да? Давайте с этим согласимся. Я как раз об этом хотел спросить. Почему так получается, что филиалы это у нас, а центры где-то там? Так сложилось исторически. Это что значит? До нас добрались не в первую очередь. К счастью не в первую. А мы сами-то, получается, ничего не сможем продуцировать? Вы хотите, чтобы мы создавали секты и распространяли их по всему миру? Нет, ну почему? Ну, например, вот свидетели Иеговы это секта или это просто... Конечно, это секта, причем запрещенная официально во всех цивилизованных странах. А 50... Свидетели Иеговы везде запрещены? Ну, в нормальных странах, да. А, ну хорошо. Которые считают себя цивилизованным. Хорошо, хорошо. Вот этот термин нормальность, да. Так называемые, скажем так, цивилизованные страны. Фейлит стейт это есть, а нормальный как назвать по-английски, Алексей? Нормальный? Ordinary state. Ordinary, может быть. Что-то такое, да, вести в оборот надо. Хорошо, значит, вы меня посрамили, да. Вернее, не то, что посрамили, но вы меня так достаточно энергично поправили. То есть, с вашей точки зрения... В общем и целом совпадают. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Да. А с вашей точки зрения, то, что аппарат президента, администрация президента курирует непосредственно школьное движение всероссийское, это здорово и хорошо. Потому что... Это задача государства. Это задача государства. И надо было раньше создавать, не в 15-м году. То есть, Министерство просвещения мы выводим за скобки органов государственного управления, да, это уже не государство. Но у нас Министерство просвещения тоже занимается этим вопросом. Мне просто жалко Сергея Владиленовича Кириенко, поймите меня правильно, да, и Харичева, которого в управлении внутренней политики, да, потому что они берутся за все. Они как-то, ну надо же что-то делегировать, с моей точки зрения. А почему вы думаете, что Министерство просвещения не делегирована какая-то часть работы по школьному движению? Большая часть работы, я в этом больше чем уверена. У нас в Татарстане Министерство образования, да, то есть нет Министерства просвещения, и на плечах министра, его замов, огромная часть работы по организации этих процессов. Конечно. И опека на них тоже, и школьное движение, и все, что связано с организацией наших детей. Отлично. И кружки, кстати. И кружки тоже? Конечно. Отлично, отлично, убедили. Слава Богу. Пусть государство рулит, пусть государство регулирует. Кириенко. Так что Сергей Владельенович надежный помощник. Ничего с ним не случится, он там внутри в аппарате делегирует, и все хорошо. Но мы вроде бы согласны с тем, что это российское школьное движение не является аналогом ни всесоюзной пионерской организации, ни октябряцкого движения, ни... То есть к вопросу о том, кто какую нишу занимает. То есть вот правильно ли я понимаю, я пытаюсь разобраться, на самом деле для меня тема такая, достаточно новая, я в ней плаваю. Правильно ли я понимаю, что вот эта ниша, да, вот эта вот политическая компонента воспитания, да, или политика идеологическая, она сейчас на самом деле как раз государственными структурами, в том числе выраженными через вот эти вот, как сказано в указе Путина, государственно-общественными организациями, она не занята. Получается, не занята. Но у нас вообще есть еще ряд других государственно-общественных организаций. Например? Ну, например, ДОСАФ России. Ну, это военно-патриотическое воспитание. Да, но есть вопросы, которые невозможно решать и продвигать без участия государства. Потому что здесь есть прямая заинтересованность государства в процветании, в самосохранении. Ирина Владимировна, это общие слова, вы меня извините великодушны. Я ставлю конкретный вопрос. Кем-то занята ниша политико-идеологического воспитания, сопоставимая с тем, которой занимала Всесоюзная пионерская организация? Ну, сегодня она занята. Кем? Вот этим движением. Школьным. Вот я все-таки пытаюсь понять. То есть мы можем сказать, что это одно и другое. Да. Но при условии, что у нас нет государственной идеологии. То есть насколько это может быть сегодня представлено, так это и есть. Правда же? Да. Это очаровательно. У нас очень интересный разговор. Хорошо. Ну, это значит, что эквивалентной организации тем, которые были раньше, пионерская, октябрянская, быть не может. Давайте я вам кое-что напомню, да? Чтобы мы все-таки, ну, так, чуть-чуть на землю, да? Потому что это прекрасно слушать, что государство, оно такое, вот оно вот все может. Сильное государство. Сильное государство, разве заключено, состоит в том, что оно способно все подряд контролировать? В том, что оно прикладывает усилия. В этом силу. В чем сила государства, Ирина Владимировна? Сила государства в том, что оно смотрит вперед, а не только решает сиюминутные проблемы, которые неизбежны. В части контроля. Не только контроль. Без видения будущего. Во-первых, сначала нужно создавать этот образ. Вот мы возвращаемся к тому, что как мы можем кого-то воспитывать, если у самого государства нет идеологии и нет образа будущего. Об этом ведь говорят в последние годы уже все, извините меня, кому не лень, от больших мыслителей до вот журналистов вроде меня, да? Ну, нет образа будущего. Образа будущего нет, идеологии нет. Ценностности государства сводятся к скрепам и патриотизму. Патриотизма в воздухе тоже быть не может. Да, он тоже должен на чем-то основываться. На чем-то основываться, да, на чем-то высоком, большом, светлом. А организация существует. Я вот вам просто для интереса, я себе выписку сделал. Я все-таки, как раз в силу того, что я человек посторонний для этой темы, я немножко читать начал, прежде чем пригласить вас и встретиться здесь. 27 апреля 2000 года. Учредительный съезд, молодежный, российская общественная организация, молодежное единство. Обратите внимание, десятилетка Ельцина, вообще никому дела не было, да? Никаких организаций, никаких поток. Пришел Путин к власти, надо дать ему должное, пошли инициативы, одна за одной. Еще раз. В 2000 году, апрель, учредили организацию молодежное единство. Пять лет просуществовало каюк организации. Переименовали, преобразовали. МГЭР. У нас как не аббревиатура, так вообще волосы дыбом. Хорошо, что их у меня уже нет, а так-то бы они волосы. МРОТ, МГЭР. Чудо просто, какие аббревиатуры. Ну, расшифруем, да? Молодая гвардия, Единая Россия. В 2005 году сформировали. Параллельно, в 2000 году, опять администрации президента. Вот опять администрации президента, вот тут не мется. Неугомонные. Мезрегиональная молодежная организация создается. Идущие вместе. Зачем? Мы же создали молодежное единство. Нет, давай еще идущие вместе. Тоже в 2000 году создали. Она просуществовала два года больше, чем молодежное единство. До 2007 года. И тоже кончилось. Не кончилось. У нас ничего не кончается. У нас одно перетекает в другое. Одна организация превратилась из молодежного единства в молодую гвардию Единой России. Вторая организация, идущая вместе после 2007 года, превратилась в наши. Причем в этих наших... Сетеменко, которая, да? Да, да, да. В этих наших, что интересно, отдельный православный корпус существует. Даже было православный Селигер, может быть, кому-то попадалось. Знаю. Наши просуществовали до 2013 года. Долгожители. Да. И тоже кончились. До Крыма. До кризиса экономического. Вот вы понимаете, какая штука? Вот почему я выступаю в каком-то смысле адвокатом дьявола? Мы подкоркивать, мы вот под тема-то у нас, под текст нашего обсуждения. Как воспитать молодежь? Как воспитать? Вот как удержать от деструктивных поступков? От сваливания в какие-то вот эти вот тоталитарные секты? Я уж не говорю про такие движения криминальные, как АОЕ, да, она недавно признана, наконец-то, да, экстремистским, там стали бороться методами прокурорского надзора и так далее. Но вот четыре организации, вот одна в другой перетекает туда-сюда. Самое смешное, что вот в трех из четырех названных моих организаций был один идеолог. И этот идеолог, историк Борис Якименко, родной брат Василия Якименко. Мария Григорьевич. Борис Григорьевич, совершенно верно, да. Брутальный мужчина, толковый, умница, все, вопросов нет. Идеолог. Идеологи нет, идеолог есть, четыре организации, все померли. Почему? Вы же сами сказали, что они уничтожились, они перетекли одно в другое. Они перетекли, перетекли, а в тринадцатом году закончилось наше, и этих организаций уж нет. Ну, теперь зато есть российское движение школьников. Понимаете, на мой взгляд, это происходило потому, что после развала Советского Союза и после уничтожения пионерской комсомольской организации были потеряны кадры, люди, которые умели эту работу делать. И очень часто, создавая вот эти организации, ну, привлекали или поручали, я не знаю, как это происходило на самом деле, организацию этого движения, вот этих вот объединений там и так далее, людям, которые не умеют это делать. Нужно специально готовить к работе с молодежью. И этот аспект, он выпал, поскольку стали рассматривать это, ну, как своеобразное, ну, такое пугало, или даже, ну, как чуму, которая досталась нам из советского прошлого. А на самом деле, конечно же, воспитанием молодежи нужно заниматься, и для этой работы нужно специально людей готовить. И еще важный момент заключается в вот этом мучительном поиске, на какой основе, на каком фундаменте это все построить. Потому что Борис Григорьевич умнейший человек, очень талантливый, он прекрасно пишет, и все эти организации, вся эта идеология, ну, внутри организации, была прописана из самых благих намерений. Да нет, я интеллектуальную, ему не откажешь в интеллекции. Но то, что с ними произошло, это наша общая проблема и беда. Потому что, если даже мы сейчас имели бы самые лучшие кадры, у нас нет системы, потому что старой системой воспользоваться невозможно, а новая еще не создана. Более того, непонятно, на чем ее можно строить. Вот это ключевой вопрос смыслов, которые мы должны решить в ближайшем будущем, который должен был решен быть уже вчера. Потому что все остальное, это борьба со следствием, которая неизбежна от того, что нет основы. Невозможно построить дом на зыбучем песке. Отлично. Спасибо, Ирина Владимировна. Один вопрос, чуть-чуть в сторону я уйду от сюжета, просто это сейчас у многих на слуху. Кто-нибудь читал, следил за так называемым манифестом Константина Богомолова и тем, что вокруг него развернулось? Илья, слышал что-нибудь об этом? Нет. Абсолютно. Я, например, рассматриваю это как попытку переобуться в воздухе Богомолов, Ксения Собчак, которые поняли, что находясь на том фланге, на котором они были до сих пор, в принципе, они ничего уже с этого не поимеют. Это люди, которые хотят приспособиться к изменяющейся повестке, которые, наверное, обладают хорошей интуицией, в том числе и политической интуицией. И, конечно, все здравомыслящие люди отнеслись к этому переобуванию с пониманием, с критикой, с осуждением. Слушайте. Никто не поверил в такое перевоплощение. Я от вас не ожидал, вы такой радикальный либерал, оказывается, по воззрениям. Я думал, что вы на более консервативных таких охранительских позициях стоите. Вот именно с охранительских позиций я сейчас и излагаю свою мысль. Как Станиславский, не верю. Я была бы очень рада поверить в то, что эти люди действительно перестроились, но не может такого быть. Так быстро не перестраиваются. Да, вот, к сожалению, вся дискуссия вокруг, или почти вся дискуссия вокруг этой статьи, да, «Похищение Европы 2.0», она как раз свелась к личности. Большая часть к личности. А-а-а, он такой, он там ставил спектакли ниже пояса, он Навального поддерживал, а теперь он вот, ах, он почувствовал, он продался, все. А между тем, вот, я поясню, почему я этот вопрос задал. Между тем, ведь Богомолов поставил, ну, очень, по-своему, простой вопрос. Он нашей либеральной общественности сказал буквально следующее. Коллеги, ребята, братья, господа, та Европа, в которую вы так стремитесь попасть, Европа цветущей сложности бытия, да, Европа высших достижений духа, мысли, ее уже нет. Ее похитили и растоптали сапогами неототалитаризма. И если мы сейчас будем продолжать стремиться в ту Европу, мы приблизимся к гибели, а не к возрождению. Вот что сказал Богомолов. Если отвлечься от того, что он плохо, вы кому-то не нравятся его рожи, там, что вот он был, ставил вместе с Серебряником, там, с голыми задами спектакли, а теперь вдруг вот выступил. Смысл-то вот в этом. Смысл-то прекрасный, конечно. Да, и он говорит в том же самом манифесте, что, господа, нам нужно избавиться от этой иллюзии, нам нужна собственная, правая идеология. Понятно, почему я задал этот вопрос, да, об этом манифесте похищения Европы 2.0 и так далее. Ну, там у него, конечно, каша в башке есть, потому что он там путает содержание, там, таких терминов, как новая этика, новые правые, там. Ну, мы сейчас в это не будем углубляться. Главный посыл, ну, даже если он переобулся, даже если он из конъюнктурных соображений это сделал, с моей точки зрения, он вполне здрав. Он вполне здрав, потому что мы же видим, что происходит реально. Когда высвыривают преподавателей из университетов за неосторожные консервативные высказывания. Вы не... Вы же вот в этой среде, Роза Алексеевна, наверное, атмосферу как-то чувствует? Или это все-таки преувеличение? Я думаю, преувеличение. Я не могу сказать, что, ну, в нашем университете или в нашу университет. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я ни в коем случае не имею в виду Казанский университет. Я имею в виду ваш опыт общения с коллегами из Западной Европы, из США, возможно. Да? Ну, там какая-то... После трагического случая с господином Флойдом приходит в Гарвардский университет группа ребят и говорит, мы черные, вы нам должны поставить оценки выше, потому что мы травмированы. И к тому же еще у нас ориентация нестандартная. Профессор ему говорит, слушайте, ну, белые тоже травмированы. Я все-таки как-то познанием хочу поставить. Чем заканчивается? Они устраивают петицию, его увольняют. Потому что он не поставил им черным более высокие оценки. Другой преподаватель, если мне память не изменяет, изъели, говорит накануне Хеллоуина. Слушайте, ну, давайте уж не будем мы так это все драматизировать, да, его там вот поднимать. Ну, ладно, ну, какие-то перья там, ну, что-то там тыкву раскрасили. Студенты пишут петицию. Это апроприация. Она, значит, не понимает, что таким образом ущебляются там чувства достоинства цветных. ее выгоняют и просто лишают работы. Вот об этом Богомолов пишет. Но вопрос в том, какая правая идеология или левая идеология нужна нам. Вы понимаете, в чем я, Ирина Владимировна, с вами согласен, да? Что он очень четко почувствовал момент. Вот момент... По сути-то он прав. И с художественной точки зрения. Очень все красиво. Он абсолютно четко почувствовал момент. И это, конечно, вызвало такой резонанс в политологических кругах. А уж я не говорю про либеральную нашу тусовку. Там вообще все в истерике. Да у них вообще траур. Ну, конечно. Потому что он прав. Да. Вопрос в повестку дня встает. Но прежде чем мы его поставим, про идеологию у меня совершенно простой детский вопрос к Илье. А я понимаю, что телевидение не совсем то место, где нужно все рассказывать, да, прям как на духу. Но тем не менее. Здесь может тоже. Вы сейчас вот со своими сверстниками, что, как говорится, вас торкает? Наконец-то настал тот час, когда я все расскажу вам. Потому что я ведь три дня готовился. И действительно, я очень много разных мыслей записал. И давайте, вот вы меня прервете, когда захотите. Ну, естественно, когда захочу. Когда не захочу, не буду. До пятницы абсолютно свободны. Начнем с поколения. Да, давайте. Я вот вас послушал. Конечно, у вас экспертные свои позиции. Я со своей абсолютно такой. Зеленый студент, который понимает, вот как оно есть. Во-первых, нужно понимать, что мы другое поколение. И проблемы отцов-детей. Я сейчас ничего нового не скажу. Может быть, какие-то для вас будут открытия, да. Мы поколение, которое... Мы более ответственно относимся к экологии, во-первых. Мы более терпимое поколение. То есть, вот может быть, термины какие-то, которые я сейчас буду употреблять, вам не знакомы, там. Эйджизм, бодишейминг, я не знаю, там, ЛГБТ, все что угодно. Расовые какие-то, да, расизм, эйджизм. Сейчас обидно стало. Все что... Ну, то есть, это дискриминация, которая относится к возрасту, полу, национальности, твоей ориентации. Мы вот с... Со студентами, мы над теми общаемся, мы это все обсуждаем, мы... Мы смеемся, да, но... Над чем? Ну, есть над чем посмеяться над людьми. Ну, конкретно. Ну, над людьми? Ну, не над людьми, над тем, что... Ну, по крайней мере, я хочу сказать, что мы эти темы обсуждаем, и это становится... Мы не ущемляем чьи-то... Мы не унижаем кого-то, мы не оскорбляем. Мы понимаем, что у этого человека есть... Он другой. У него есть другое понимание этой действительности, которое сформировалось так или иначе, вот под воздействием... Вот к тому, что я даже сейчас вспоминаю, про экологию, если говорить, да. Серьезная тема. И вот у меня там, у двоюродного брата дочка, да, вот ей... Сколько? Ей два года. Нет, не два года, чуть постарше. Она посмотрела мультфильм «Валли». Если вы помните, там сюжет какой. Это диснеевский мультфильм. Робот, он зачищает мусор после людей, которые уехали в космос, да, там, на шаттле. И после этого она стала это изучать, ей стало это интересно. Сейчас они... Сколько ребенку? Не два года, не два. Это младшие дочки сейчас, она только-только родилась. Ей сейчас я скажу. Просто мне интересно, современные дети с каких пор начинают. В детском саду она... Ей, наверное, шесть. Вот могу соврать. Но возраст уже сознательный, она... Я хочу сказать, что она уже собирает, они собирают раздельный мусор. Ее это действительно волнует. И вот наше поколение, мы более ответственные. Вот я хочу сказать, да, откуда это все взялось у вас? Вот это больше ответственность. То есть мы понимаем, что вот... Нет, 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 откуда? Откуда? Я догадываюсь, что вы осознанно себя ведете. Почему вы думаете, что ее больше? Откуда это взялось, интересно? Вот мне просто... Ее больше... Ну, то есть вот поколение, которое почему-то, почему-то я наблюдаю все больше, у нашего поколения какое-то такое, не то что негативное, но мы с вопросом относимся к поколению прошлому, да, так называемому, поколению пения. Давно читал Пелевин. И вот действительно, вот это поколение, которое непонятно, какие ценности, для чего, для куда. Сейчас я, конечно, сейчас эта дискуссия, это очень такая обширная. В предыдущем поколении... Вы себя к какому поколению относитесь? Я отношусь к поколению Z, которое родилось после 2000 года. Окей. И я просто даже вот цифру... Предыдущем поколении это поколение Y. Вы к нему негативно относитесь? Лично я... Не-не-не-не-не-не. Мы сейчас говорили в большинстве. Да, то есть я говорю о том, что... А поколение в 80-х, 90-х... Уже все, отстой, да? с вопросом почему не ответственно относимся к экологии, к темам у нас как-то мы более так я скажу, больше с большим интересом мы изучаем темы политики мы об этом говорим и вот я даже просто цифры хочу сказать вот я недавно работаю с октября на универтовой на нашем студенческом телеканале 9 сюжетов, все они проблемные и так или иначе там 300-200 просмотров был сюжет об экологии 5349 просмотров я вчера специально зашел посмотрел, почему? не знаю, вот так вот то есть это действительно тема сейчас Грета Тумберг, я тоже вчера про нее вспоминал, читал какие-то материалы, не на пустом месте это появляется Грета-то? Ну нет, накачали, конечно не на пустом это целый проект очень дорогой но и говорить о том, что наше поколение я хочу сказать чуть подальше про диалог а вот про то, что наше поколение я вчера общался 80 лет и вот какое поколение? ярко одеваются громко разговаривают а ума совершенно нет или там вот недавно был это кто так говорит и о ком? о нашем поколении о том, что кто так говорит? покажите мне кто такой нехороший мы накажем давайте я хочу сказать, что или там недавно был фестиваль вместе медиа и там женщина тоже лет 30 говорит ну вот тикток пожилая уже ну да, ну да ну что мои дети дурью маются или мы сегодня смотрели там интервью с Тескоридзой он говорит инстаграм, тикток это такая ерунда вы там вы не читаете все прочее но со своей точки зрения да я хочу сказать, что вот вы пробовали записать хоть один раз это видео понять то, что это действительно площадка для реализации энергии детской это творчество на самом деле они там танцуют они поют нужно позитивно на это смотреть мы другое поколение и то, что мы пользуемся смартфонами и не ходим в библиотеки у нас нет энциклопедических знаний я признаюсь, что ну да, мы такое поколение но это не значит, что это не значит, что это плохо не значит, что с нами меньше работали или с нами нужно самое важное это диалог вот у нас в республике да, я хочу сказать вот я не знаю то есть поделиться радостью насколько у нас все это грамотно выстроено что мы там вот затрагивали тему с митингами да, Амир Фатахов вышел он пообщался с людьми он спросил почему почему ваши организаторы не удосужились подать заявку для того, чтобы все было санкционировано и условно там вот даже национальная библиотека да, проходила вот там с 11 по 13 фестиваль для журналистов вместе медиа роскошная площадка сейчас для студентов мне хочется приходить там читать там театр там аудитория у нас масса возможностей я хочу сказать что самое важное вот да вот вы говорили про ценности лично я это вот мое мнение критикую предлагай всегда конструктивная критика я вот не могу я не могу вот вы что-то спрашивали а ты знаешь кто это говорил так нет Иосиф Бессарионович Сталин вот и кадры решают все и кадры решают все да, да, это хорошо и еще инициатива наказуема нет, это уже не он говорил не надо приписывать вождю вот про диалог я к тому, что вот меня студент спрашивает ты пойдешь там 23 января на митинг это вот сейчас точка только точка зрения только лично моя ну понятно и мои друзья может от меня сейчас отписываться в инстаграме или новые подпишутся посмотрим но я хочу сказать что я не пошел по двум причинам во-первых мне нужна четкая программа человека за которого я иду мне нужна четкая программа действий вот республика Татарстан она живет в созидательном режиме я вижу что там Рустам Нургалиевич какие проекты что реализуется я понимаю четкое поступательное движение да, я благодарен там медиа центру да, Александра Ильини Абдулиной что вот получилось там поучаствовать вот с Минихановым в пресс-конференции да, в декабре или вот сейчас недавно была с министром науки высшего образования тоже у меня как представитель студенческого СМИ я там тоже выступал я выступил с двумя предложениями реальными которые не просто вопрос которые лично меня волнуют да, как студента какие предложения коротенько можно сказать первое вот для нас для студентов-журналистов такая вот большая такая проблема стажировки федеральных средств массовой информации из регионов и создание площадки для того чтобы у нас была возможность подать заявку там какой-то алгоритм да, интернет-ресурс или там Валерий Николаевич сказал это не интернет-ресурс может быть какой-то другой но какой-то контакт для нас да хорошо и второе предложение это было второе а вот первое для того, чтобы он приехал в Казанский федеральный университет к нам на телеканал министр он согласился он сказал, что я к вам приеду Хольков приехал да он приедет он пообещал приехать в конце февраля но вот мы недавно общались с Александром Наильевым она сказала, что в начале марта а зачем вы его затребовали? вы что от него хотите? выходить на диалог выходить на диалог что значит выходить на диалог? у нас действительно много вопросов у студентов не-не-не-не Илья, понимаете какая штука? вот я человек достаточно ограниченный и поэтому конкретный по возможности да вот первое предложение я ваше понял да вы хотите, чтобы у студентов высшей школы журналистик КФУ была возможность стажироваться в федеральных СМИ вот у меня инициатива да, какая? вот у нас не-не-не это правда то, что я сейчас я правильно вас понял? это все правильно, да и он сказал, что да мы действительно подумаем стоп, 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 стоп второе ваше предложение пригласить Фалькова вот я его уже не очень понимаю потому что для того, чтобы пригласить надо понимать зачем вы мне говорите для диалога в чем вопрос-то? у меня я уже подготовился и первое, что ну, понятно я поблагодарю все прочее министр занят и мне его жалко мне и Кириенко жалко было вот недавно тут мы а и министр Фалькова тоже жалко ну что же если к нему просто так вот он приедет а ему ребятки там начнут задавать какие-то детские вопросы ну, в таком нехорошем смысле слова потому что на самом деле детский вопрос это круто ну, обидно же будет ему да, скажет я приехал они не готовы оказывается они не могут меня озадачить в чем вопрос? я поэтому и спрашиваю в чем ваш вопрос? ключевой к министру Фалькову мы студенты по направлению телевидения да, у нас специализация телевидения иностранный язык так у нас нет ни одного бюджетного места по нашей специализации ни одного и проблема в чем? проблема в том, что мы не одно такое направление и выстроить систему распределения четкой вы все платники, да? мы все платники и вы понимаете, что есть у нас студенты вот моя староста есть проблема она просто вы не представляете сколько она работает не представляете сколько она всего делает и она переходит на бюджет сейчас в планах потому что нету возможности да, она хочет самостоятельно оплачивать свое обучение и понимаете я разговариваю с Светлана Наильной как выстроена система даже в высшей школе журналистики как распределяются бюджетные места и талантливые студенты я не говорю сейчас про каких-то близких своих друзей про себя у нас масса талантливых студентов которые очень много задействованы в творческой деятельности в научной деятельности которые блистательно показывают себя на сессии только пятерки у них нету ни поддержки ни со стороны университета никакой ни ректорской премии какой-то за там условно какие-то там достижения и нет возможности обучаться бесплатно и после этого да, вот некоторые люди удивляются что журналисты во всем виноваты да, если вот они такие страдания перенесут ну, я понял вас Илья, спасибо в общем вы сформулировали сформулировали все достаточно четко очень смелый человек искренне и рассказал очень подробно о том что волнует не побоялся это же было очень страшно Илья, я еще буквально две минутки вас попытаю да, ну просто так вот ну представьте себе что мы где-то там ну не знаю в курилке или в кальяне или просто где-то на пленэре просто без камер да, просто без камер а вот я же ведь начал с чего что торкает вот ну ну все понятно ну все понятно вы прекрасный студент высшей школы журналистики вы знаете что говорить отлично ну вот так вот ну что давайте я совсем просто что вы смотрите что вы читаете сейчас что я читаю сейчас я дочитал книжку монах который продал свою феррари мне просто подарили прочитал сегодня Даниэль Дефо его памфлет о диссидентах просто вот посмотрел программу сегодня пока мы готовились тоже интересно Николай Цискоридзе на первом канале 101 вопрос взрослому всем рекомендую очень интересно между прочим мысли высказывал по поводу нашего поколения и того что мы перестали читать и как собственно это все выстраивается я не говорю что это плохо но какие последствия и вот мы как-то завершили я главную мысль да которую там изложил в своих трактатах я хочу сказать что нас мы я замечаю да я не говорю про свою семью не говорю там в большинстве своем родители перестали общаться со своими детьми раз мы говорим про вот у нас тема мы совершенно далеко отошли мы перестали общаться с детьми что их интересует вы правильно вот сейчас задали да что они смотрят какие авторитеты какая музыка вы знаете что слушают там ваши дети внуки ну расскажите же интересно же вконтакте 71 миллион активных пользователей в России и главный популярный исполнитель Моргенштерн вы слушали Моргенштерна ну как же я даже с ним интервью смотрела три с лишним часа вот мои дети потом вообще какое-то время со мной не общались я конечно больше 10 минут не выдержал это не каждому дано я просто хочу сказать что у нас если мы говорим про Моргенштерн очень разные отношения в молодежной тусовке я правильно понимаю совершенно разные есть 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 те кто его ставят как идолом и какие-то разделяют его мысли идеи понятно а есть те кто абсолютно не принимает отстой да я хочу сказать что во-первых извините пожалуйста я все время вас перебиваю потому что вы такой как затянете монолог это все потом не остановить давайте все-таки вот пинг-понг немножко поиграем да в такие вопросы ответ вопрос бла-бла да вот Моргенштейн окей на самом деле он Сидоров или Иванов не помните как его реальная фамилия Алишер какой-то что-то да что-то такое ну как типа Эрл Грей он же Суфуанов да но Эрл Грей потому что если Суфуанов не пойдет народ не пойдет не потянется а Эрл Грей прикольно татарско-башкирский Элл Грей это круто это круто так вот Моргенстерн а вы помните там такого например гнойного помню я а славу КПСС да и этого Оксимарона тоже до сих пор они где до сих пор среди нас среди нас они еще не в тираже нет но я просто хочу я к чему подводил ответьте они не в тираже не в тираже но сейчас не вышли сейчас 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 у нас другие но меняются спасибо сколько прошло времени после того как они вышли взошли на фолимб и ушли в тираж два два года илья а ты слушаешь мрогенштерна слушает конечно я сейчас слушаю дуалип мне она очень нравится это британская исполнительница мрогенштерн уже тоже отстой отстой конечно я его не слушал и не собираюсь молодец я хочу что сказать правильный ответ дайте мне сказать прошу вас дайте мне сказать давай у нас нет авторитета сейчас я как просто представитель СМИ хочу сказать мы абсолютно не пропагандируем кто у нас самая медийная личность в России Владимир Путин мы его видим везде хорошо патриотизм развитие вперед я это поддерживаю да это правильная национальная такая идея но у нас нету авторитетов в наших специальностях которых мы показываем в новостных блоках про которых мы снимаем там не знаю пассионарий современности да мы уходим мы о чем мы говорим и мы не родители ну да хорошо я не не а сколько лет родителям или я ну 40 45 ой 45 говорю нет 43 и 42 43 прекрасно прекрасно нет ну вообще я должен сказать что то что вы говорите это достаточно интересно особенно вот меня зацепил не моргенстерн конечно он мне как-то фиолетово да так может быть может быть мы с вами мы с вами в курилке будем слушать меня долго доходит меня зацепило то что вы сказали знаете вот что у родителей ну правда вы молодцом вы очень большой молодец вы сразу говорили что это не касается моей семьи но сказали что проблема в том что у родителей нет совершенно контакта с детьми да со своими то есть они не общаются они не не я хочу сказать что вот смотрите я у меня в январе была возможность родители уехали я 10 дней был отцом двух детей двух кошек и пяти рыбок у меня опасения за брата и сестру за своих брата и сестру у меня опасения они приходят после школы и все наше общение сводится до получасового беседы дальше у них время когда мы делаем уроки да и дальше они переходят в совершенно другой мир они говорят плохо хорошо у них там свои авторитеты тикток инстаграм они они их боготворят и опасения у меня по поводу того насколько часто родители сами перестают сидеть в гаджетах ведь это абсолютное отражение родителей моя классная руководительница Фаэйна Рубанев всегда говорила дети это морально-нравственное отражение своих родителей это абсолютно точно потому что мы у нас будет диссонанс когда вы нам говорите так не кури а сами будете курить ну как это мы пойдем будем как-то там Роза Алексеевна курит я почему не могу да-да-да-да как шутили как шутили некоторые и эти люди запрещают нам ковыряться в носу да шуточка довольно старая есть же выражение не воспитывайте своих детей воспитывайте себя да то есть все переходит на детей вот смотрите к вопросу о воспитании да у нас потихонечку катится эфир к завершению но пока еще немножко есть времени я представлял вас да сказал что вы являетесь президентом всероссийского вот этого общества да Януша Корчика это одно из имен да которых мы вот выстраиваем когда говорим о великих педагогах да Корчик Сухомлинский Ушинский Макаренко Макаренко конечно трудовое воспитание и так далее у меня два вопроса к вам Роза Алексеевна ну во-первых я хотел бы чтобы вы немножечко чуть подробнее рассказали может быть даже не в целом а вот всероссийском это организации движения Януша Корчика сколько татарстанской и конкретно может быть даже университетской у нас по-моему свое отделение есть да и вы тоже его патронируете но в контексте того о чем сказал вот Илья о том что вот это вот какой-то новый извод да классической такой дилеммы там отцы и дети да в наше время наступил это первый вопрос и второй вопрос вот сейчас мы с вами да вместе назвали несколько фамилий великих педагогов великих воспитателей может быть даже вы сначала на него ответите мы можем этот ряд продолжить современниками во первых хотела бы сказать что самое первое высказывание о том что не та молодежь нынче пошла принадлежит еще или Платон или Аристотель или кто-то из них да поэтому это вот такая расхожая фраза она переходит от поколения к поколению но я как человек который уже с 76 года работает с молодежью да первоначально учителем классным руководителем а затем уже в университете хочу сказать что та молодежь она меняется она из года в год становится другой но всегда молодежь классная и с ней интересно работать и нужно просто уметь их понимать нужно просто уметь жить их интересами отвечать на их вопросы и учиться у них вот это самое главное вот это здорово да именно учиться потому что вы знаете у меня большой педагогический опыт и казалось бы я могу стать на такой пьедестал и сказать да я все знаю следуй за мной будь такой как я но это неправильная позиция для педагога для воспитателя нужно увидеть а что же такого нового изменяющегося есть в сегодняшнем поколении и учиться у них я учусь у собственных детей сегодня начинаю учиться у внучки она еще совсем маленькая но все равно я понимаю что она вырастет совсем другой там и так далее и если говорить о том что же неприходящим является из опыта великих педагогов прошлого того же самого Януша Корчика то это прежде всего например такой постулат как самоценность детства что детство это не подготовка к жизни а это уже жизнь это не ребенок это человек это да он так и говорил ребенок это не просто маленький человек это маленький человек да 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 малорослый народ он называл Януш Корчик и относиться к нему к его интересам к его потребностям к его неудачам ошибкам надо с пониманием и уважением вот я думаю что это ценности в воспитании тоже неприходящие то же самое если говорить например об Антоне Семеновиче Макаренко это ведь не только трудовое воспитание у Макаренко Макаренко например есть такое такое высказывание он говорил что почему в технических вузах изучает такой важный предмет который называется сопротивление материала сопромат и почему в педагогических вузах не изучает сопротивление материала у нас же тоже материал очень тонкий нежный растущий изменяющийся каждый день и надо знать а почему это сопротивление происходит почему нас не принимают и почему воздействие в лоб является неправильной стратегией в воспитании почему нельзя говорить воспитание это воздействие а воспитание это взаимодействие вот это как раз является очень важным для любого поколения для поколения Y и для поколения Z я прекрасно а следующее поколение у нас будет уже альфа да альфа все закончилось все докатились знаете я тоже задумывалась над этим вопросом ну почему ребята подростки пошли на площадь да да ну на эти на эти митинги вообще вспомнила свои школьные годы и вспомнила что у нас случился я выросла в деревне в деревне Кутлубукаш Романсоводского района и случился пожар горело здание сельского клуба большое красивое двухэтажное здание с колоннами да деревянное и колонны тоже деревянные были а? колонны тоже деревянные были да да прекрасно очень красивое здание и вот на втором этаже находилась библиотека и начался пожар и ну естественно вся деревня сбежалась кто-то что-то там делал и вот на следующий день среди моих одноклассников я тогда была в девятом классе единственный вопрос был всегда о том а ты был там а что ты там делал то есть вот вот эта позиция соучастия в каком-то событии а это событие оно как раз было объявлено через тикток через инстаграм там и так далее им говорили а ты а ты принял участие а ты там был а ты сделал селфи там а что ты там делал вот я думаю что вот это во-первых протесты определенные вот это вот неприятие взрослых некоторые такое сопротивление воздействия взрослых оно присутствует всегда в подростковом возрасте и вот это оно тоже здесь присутствовало не потому что они там приняли я не знаю идеологию Навального или еще что-то может быть они об этом даже и не знают глубоко Илья кстати сказать извините пожалуйста астрологик буквально на полминутки перебью вот он правильно заметил да когда говорил а что не принимаем что не принимаем программы нет но если бы все были такие как Илья то там не было бы не только детей но и взрослых программа то правильно вот вы сейчас ведь тоже об этом говорите ну что да протест пубертатных ребят против в принципе против взрослых и принимать участие быть там где сегодня будут все понимаете ну да а потом еще этим делиться а ты был а ты не пошел значит если ты пошел то ты cool а если нет то значит не совсем ты не переборол ты побоялся мы даже не будем с вами сейчас по-английски говорить как нас я можно скажу я действительно вот подчеркиваюсь под каждым вашим словом хочу сказать следующее я когда смотрел ну сначала я весь день я не пошел я там был занят слушал сначала сейчас мы про 23 января мы говорим про 23 января я слушал сначала эхо москвы серебряный дождь переключалось потом прямой эфир с эхо москвы на серебряный дождь все обратно это круто да потом просто телевидение там федеральное региональное там соцсети пошли я столкнулся с этим я прошу прощения что я сейчас делаю на этом акцент я понимаю что есть абсолютно многие кто вышел с четкой позицией с четкой аргументацией с четкими планом действий но к сожалению вот на серебряном дожде когда я смотрел прямую трансляцию прямой эфир корреспондент подходит и спрашивает почему пришли какая абсолютное непонимание того что делать просто там отставка Путина или там освобождение Навального а что дальше какие стратегии и дождь еще старался все выходят снимают многие просто вышли я не знаю я прошу прощения у всех друзей которые сходили да но я хочу сказать что многие вышли просто ради одной истории с инстаграме ради того чтобы были подписчики было вовлечение потусить просто потусить окей да многие вышли я скажу что с четкой аргументацией и много очень действительно я здесь не возьмусь быть каким-то экспертом но ощущение да наверное все таки я соглашусь и с вами Роза Алексеевна и с тобой Илья у меня вопрос Ирина Светлана Владимировна да я ну понятно биографию я тоже ведь читал да на глазах все прошло да можно сказать на глазах прошло но один эпизод я прочитал и откровенно говоря так это в легкий ступень стал это правда что вы когда началась вся эта движуха как сейчас говорят в Хабаровске туда летали и что-то там попытались сделать чтобы детишек убрать сплошь ну во-первых не убрать а пообщаться с родителями исключительно мягкой силой и будучи членом общественной палаты ну то есть вы туда летали да будучи членом общественной палаты России эти полномочия я сняла себя после назначения в Татарстане на должности полномочия ну по закону совмещения ну понятно да было приглашение от региональной общественной палаты Хабаровского края поскольку я была членом комиссии федеральной палаты по демографии детям и защите материнства и исключительно в целях предотвратить родителей участие мы общались с родителями мы разослали по чатам предупреждение о том что детям находиться просто опасно мы никому ничего не запрещали не назидали не читали лекции а просто рассказали о том что оставьте их дома сами делайте что хотите Ирина Владимировна это чаты а вот я была там достаточно долго выходила на митер разговаривала с родителями не как общественные деятели а как мама с мамами как мама четверых детей слушали слушали нормально нормально и большинство более 95% мам и пап которые с которыми мы общались приняли то мою точку зрения и сказали что в следующий раз они детей с собой не возьмут потому что были такие ответы а что еще делать а с кем оставить детей а что в этом такого было лето напомню тепло волков сказал а что тут такого что мы призвали даже с грудными детьми выходили с новорожденными и когда мы общались взаимодействовали мне сказали да вы знаете пожалуй мы не будем больше их брать и нашим друзьям тоже об этом скажем я считаю что это достижение воздействие мягкое вразумительное не жесткая сила ни запрета ни наказания и поэтому окей детей стало меньше это очень интересно то есть в общем не зря получается съездить я благодарность получила благодарность даже получила стесняюсь спросить не от президента Путина ну пока еще нет но ждем да ждем нет еще для того чтобы получить благодарность от президента нужно еще много поработать окей ну а доту благодарность вы уже заслужили когда сначала выдавнулись на выборы президента Российской Федерации потом вовремя снялись да вы думаете вовремя ну а как же своевременно скажем по другому давайте мы наверное будем заканчивать подводить некоторые итоги но прежде чем перейти к обобщению я попрошу потом каждого из вас буквально только про просьбу буквально в двух трех фразах сказать я все таки не могу не задать вопрос Роза Алексеевна вам в связи с не то что противопоставлением но все равно сравниваем да мы все из века в век что скажет княгиня Марья Алексеевна а как у них а как у нас вот сейчас мы поговорили выселишь ты у нас кое-что тут тоже в общем шевеление то есть не все удачные но вот но как-то как-то мы же живем продолжаем существовать и даже развиваться не теми темпами которыми хотелось бы с перекосами как это называется на молодежном жаргоне ой не буду я о западе пресловотом вот вам часто приходится там бывать и работать подолгу возвращаясь к началу да вот к воспитанию ключевой вопрос да на самом деле вот мы когда говорим это произносим это Максим учитель воспитая ученика мне всегда хочется внести уточнение да ну зануда такой ну что делать как какого ученика что имеется ввиду вот что первостепенно воспитать государство должно ведь заботиться да о своем народонаселении чтобы оно было правильно правильным образом мысли правильного образа действия чтобы оно было патриотично и так далее так вот что первостепенно вот воспитать патриота человека который будет прекрасно понимать и даже может быть нутром чувствовать как правильно ходить строим или рискнуть и попробовать воспитать человека свободомыслящего и достаточно хорошо образованного есть такое выражение да воспитание чувств да с этой точки зрения чтобы потом патриотизм прорастал вот на этой почве я понимаю что вопрос звучит как риторические отчасти но тем не менее тем не менее вы можете его совершенно спокойно опрокинуть и опровергнуть пожалуйста ну вы смотрите патриотическое воспитание оно не может быть однобоким патриотическое воспитание это часть целостного процесса воспитания прежде всего нравственного воспитания да и выпячивать что-то одно в воспитании так очень часто повторялось в истории педагогики ведет все равно к некоторой такой ущербности деформации нельзя какую-то идею делать центральной и все время бить в этом направлении нужно говорить прежде всего действительно о нравственном воспитании о воспитании ценностей таких ценностей как земля человек природа как сегодня вот Илья тоже говорил и так далее с чего начинается родина с картинки в твоем букваре и если да и говорить о свободе то здесь тоже очень важно сформировать у ребенка понимание того это общеизвестная фраза твоя свобода да ты свободный человек но твоя свобода заканчивается там где начинается свобода другого человека фраза очень известная но никто не может до сих пор прийти к выводу кто же это сказал ее в разных вариантов говорили отлично нет относит к канту разные Да, есть трактовки. Именно вот в этом ключе. Конечно, свобода предполагает, да, ты свободен, но ты не можешь нарушать свободу других. И значит, нужно соизмерять свои действия. У Энгельса, по-моему, по этому поводу, да, жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Разумеется, мы не живем ни на необитаемом острове, там ты. Хорошо. А вот вы по своему, по опыту наблюдения за жизнью Западной Европы, ну, насколько я понимаю, Британия для вас уже, можно сказать, вторая родина, да, второй кутлубуктаж. Ну, я бы так и сказала. Ну, нет, я, конечно, преувеличу, но тем не менее. Отщественное воспитание присутствует во всех, во всех странах. Ну, там же у них нет недвижимости на Штатах Америки. Как они там растут? В школе. В школе существуют уроки, которые называются morals. Значит, это нравственное воспитание, оно тоже является очень важным аспектом. Прямо так и уроки называются, да? Прямо так и называются. Как мне нравился шаг и на студии пропаганда фильмс. Они молодцы, без затей у них это лепили, они, смотришь титры, пропаганда фильмс. Ну, прекрасно. Не до чего даже, да, вопросы воспитывают вот то же самое патриотическое воспитание, что школьный день в Америке начинается с прославления флага страны Америки, как самой лучшей страны в мире, когда они встают, слушают, поют гимн и руку прикладывают к сердцу. Я думаю, что это тоже, это очень важные элементы воспитания. И от этого как раз и делаются дальнейшие шаги. Существует сотни программ. Например, программа по воспитанию характера. И здесь что такое характер? Характер это как ты ведешь себя тогда, когда тебя никто не видит, кроме Бога. Значит, сформировать именно те качества, которые важны для твоего взаимодействия с окружающими и в то же время не только для того, чтобы продемонстрировать всем, а принимать это. И я всегда говорю, когда имею в виду воспитание, нужно помнить о трех китах воспитания или о своеобразном таком треугольнике воспитания. Что такое воспитание, если свести его к элементарным таким, к этому треугольнику? Это голова, сердце, руки. Голова, это я знаю, что такое хорошо и что такое плохо. То есть, те нормы определенные для жизни, нормальной жизни в обществе и так далее. Сердце, это я принимаю, это мои ценности, а рука, это я так поступаю, так как знаю и как принимаю. Потому что очень часто либо все западает на уровне головы, да, я знаю, но поступаю совсем по-другому, и я это не принимаю. и так далее. И поэтому во все времена, что это было вчера в Советском Союзе, что это сегодня, вот об этом треугольнике пресловутом надо всегда помнить. И при организации воспитания, формировании сознания, формировании чувств, нравственных чувств, да, и включение в активную, позитивную, социально-позитивную деятельность как раз является, ну, такими азами воспитания. Огромное спасибо, Алексеевна. Ирина Владимировна, сейчас я давай завершим, да, уже на твоем, а пусть сначала Илья. Чтобы можно было меня перевести какой-нибудь. Нет, чтобы, чтобы я... А ты же сам сказал, остановите меня, когда надо будет выключать свет. Я бы хотел сказать просто вот главную мысль, которую я тоже вообще-вообще обошел, нужно поднимать статус педагога. Подчеркивать надо главные мысли. Вот я подчеркиваю, а ты не подчеркиваешь. Как много с нами занимались классные руководители. Мы общались, нам ставили документальные фильмы о наркотиках, о алкоголе, о насилии, о терроризме, так далее. Мы это все... Какая же 39-я школа? 39-я школа. У меня дочки тоже там учились. До сих пор не ходят. И 2 тысячи рублей получает классный... Мои тоже там учатся. И получает 2 тысячи рублей классный педагог. У меня сейчас брат-сестра учится в обычной сельской школе. Сестренка Ульяна приходит, плохое настроение, все, тут же сразу обсуждается, кто-то что-то подворовал, какой-то сок кто-то там, девчонка подворовал, она мне рассказывает эту историю. Все, тут же весь класс. Это разбирается. И статус абсолютно не ценится педагога. Это здорово ведь? Это вот здорово, что у них так происходит? Это супер. Это супер. Это вот воспитание. Первое воспитание в семье, второе воспитание в школе. И сейчас в университете условно. Это вот базисы. Потому что все эти общественные организации, я не знаю, ну я не состоял ни в одной, не слышал никогда. Меня не приглашали ни в одной организации. Чем они занимаются? Кто их спонсирует? Enough! Enough! Отлично! Нет, можно ли? Нет, нет, нет. Заключение. Какие ценности все-таки, да? Главный вопрос. Первое, это труд и созидание. И второе, у нас сейчас мир полностью перешел, у нас капитализм, да? У нас такая экономическая система, что нужно быть успешным, все успеть. Мы забываем про духовность. И главное, вот вы сказали про три базиса, да? Я скажу три главных базиса. Это духовность, здоровье и творчество, которые мы должны пропагандировать в своей семье. Я вот обращаюсь с зрителем и к вам, да? Просто вот вы, если смотрят старшее поколение, интересуетесь жизнью своего ребенка. Не знаю, мне 19 лет, мне жутко приятно, когда бабушка спрашивает, что у меня, как. Мы сидим там, часами общаемся, что слушают, что читают, кто авторитеты, чем занимаются. И будьте примером для своих детей. Тогда все будет замечательно. Отлично. Ну и многодетная мать. Да, Юрий Рокотович. Официально многодетная матерь, Владимир, давай будем завершать. Я вам очень благодарна за то, что вы не только такую важную тему поднимаете, которая волнует всех, и детей, и родителей, но за подбор экспертов, потому что я получила огромное удовольствие. Во-первых, узнала много нового, благодаря вам, Роза Алексеевна, выкладить мудрости и доброты. И вообще педагог с заглавной буквы не только потому, что доктор наук, а потому, что вы являетесь человеком, который по-настоящему любит свое дело. И по-настоящему счастливый человек, независимо от возраста, это тот, кто занимается любимым делом. И здорово сказал Илья, почему его не было на митинге? Занят я был. Не до этого. Очень важно. Каждый ребенок, подросток, молодой человек, взрослый человек, в возрасте, если он занят любимым делом, он никогда не будет заниматься деструктивными какими-то процессами. Поэтому нашими детьми нужно заниматься. И как бы не хотелось свалить свою ответственность на кого-то другого, это все-таки, уважаемые родители, прежде всего, ваша задача, наша с вами, бабушек, дедушек, это интерес, в первую очередь, семьи. Потом, конечно, должно подставить свое плечо и государство. И здесь без инвестиций, не только без уделения внимания приказов за подписями высших должностных лиц, но без серьезных ресурсов результата достичь нереально. Нужно вкладывать деньги в детский отдых, в детский досуг, в кружки, чтобы спорт, массовый спорт, снова стал доступен. Все мои дети занимаются музыкой, спортом. Мы за это не платим, но отправить ребенка на соревнования заплати за дорогу, снаряжение. Сейчас новое введение с января этого года, против которого мы всем аппаратом выступаем решительно. Это, представляете, необходимость сбора нотариальных доверенностей за выезд ребенка на соревнования вне пределов родного города. Не только за пределами региона, но даже в своем же регионе, вот в Татарстане приезжают, нужно получать полторы тысячи, плюс-минус, не каждый родитель может заплатить. И это федеральный закон. Я считаю, что это огромный удар не только для командных видов спорта, где если не выезжает один спортсмен, то вся команда страдает, но и для одиночников. Поэтому пока мы не посмотрим правде в глаза и не начнем финансировать эту сферу, я имею в виду сейчас не только спорт, а вообще детскую занятость во внеурочное время, мы будем пожинать те плоды, будем собирать вот такие чрезвычайные комиссии по решению этих проблем, которыми нужно было заниматься вчера. Поэтому методичная, системная работа, пусть без идеологии, бог с ней, но вовлеченность ребенка не только в спорт, в творчество, в музыку, в науку, но и в общественную деятельность, общественными деятелями не рождаются, ими становятся. Вот именно это прямая задача и обязанность государства. поэтому святое место пусто не бывает, как сказали мы с вами, согласились все. И если мы сами не занимаемся нашими детьми, ими займутся другие. И это будет, к сожалению, совсем иным результатом, который мы хотели бы видеть. Справедливо, Ирина Владимировна, спасибо. Ну что, давайте мы, наверное, на этом закончим, да, ноты по-своему оптимистичные, несмотря на то, что я тут в начале обсуждения выступал, можно сказать, адвокатом дьявола, но в противном случае, наверное, и обсуждений бы не было. Конечно. Кто-то же должен контрапункт поставить. Мне остается только напомнить нашим зрителям, телезрителям, тем, кто нас, может быть, в YouTube-канале смотрит, по другим каналам, что в разговоре о проблемах воспитания, уж извините меня за канцеляризм, воспитания подрастающего поколения, сегодня в нашей программе дискуссионный клуб телевидения Казанского федерального университета принимали участие президент российского общества Януша Корчика, доктор педагогических наук, профессор Института психологии и образования КФУ Роза Алексеевна Валеева, уполномоченный по делам, по правам, не по делам, по правам ребенка, что важно, в Республике Татарстан Ирина Владимировна Волынец, прошлый журналист, выпускник, во всяком случае, Аделей Журналистик и будущий журналист, второкурсник, перспективный, между прочим, специалист, второкурсник, рыжий школа журналистик КФУ Илья Андреев, Илья Андреев, да, запомните это имя, спасибо, с рекламой тоже нельзя переборщить, спасибо вам большое, уважаемые эксперты, спасибо всем, кто нас смотрел, до новых встреч, Субтитры создавал DimaTorzok